То, что я сейчас хочу вам считать, я уже что-то подобное написал в какой-то из моих книг. Допустим, мы говорим, что принцип свращивания людей, да? Я вас свращиваю, как меня назвать? То, что должен знать каждый, тот поднимает других лидеров. Я лидер старший, который поднимает других лидеров. То, что я должен знать, чтобы я мог успешно поднимать других. Четыре уровня знания, направление знаний. Можно вас учить, чтобы вы научились делать дело. Можно вас учить, чтобы вы другим передали. Можно вас учить, чтобы вы были высоко. И можно вас учить, чтобы вы могли других... Я хочу вас теперь учить, чтобы вы могли быть в состоянии начинать других поднять. Что должен знать каждый, кто поднимает лидеров? Что должен знать каждый, кто поднимает лидеров? Во-первых, надо знать, что тем больше людей ты поднимаешь, тем богаче ты станешь. Духовно и физически. Есть разные люди, которые поднимают других лидеров. Есть разные уровни лидеров, которые поднимают других лидеров. Есть лидеры, которые способны других учитывать и поднимать. А есть лидеры, которые не только способны вас учитывать и быть лидером. Есть лидеры, которые могут вкладывать вас то, что он знает, помочь тебе стать лидером сам. И это уже великое достижение, если вы найдете таких людей. Но вот еще есть люди, которые не только способны вас поднимать, чтобы вы стали лидером. Но есть кто-то, кто может еще вас понять, чтобы вы стали лидером, но чтобы вы еще знали, как понять других, чтобы они тоже стали лидерами. Я могу набрать свои 12, и я могу с ними работать, чтобы они состоялись. Это легче еще. Но чтобы с ними работать, чтобы они теперь поднимали своих 12, каждый набрал свои 12, не каждый может, то есть разные уровни. Есть лидеры, которые хороши, но это один уровень. Но то, что нужно еще стремиться быть лидером лидеров, это еще лучше, чем просто самому быть лидером. А это значит, что надо не только работать с ним, чтобы он выполнил задания, надо работать с ним, чтобы он не только научился задания выполнять, но чтобы он научился задания выполнять, и еще умел другим передать, и учить другим, как это задание выполнили. Конечно, для этого нужна очень большая способность, опыт и стремление. Давайте будем стремиться к этому. Это большое внимание нужно. Много внимания, много времени. Это забота, это внедрение. Каждого человека можно научить работать. Каждый человек может научиться работать. Но тот, кто учится, умение научить другого работа, вы знаете, не каждый. Не каждый человек, кто сам может выполнить какую-то работу, может научить другого человека выполнить эту работу. Нет? Играйте на пианино. И многие, кто играл на пианино, не могут научить другого человека тоже хорошо играть. Факт. То есть умение играть, это значит, ты исполнитель. А вот когда ты уже умеешь других учить, передать то, что ты умеешь, значит, ты учитель. Но есть разные уровни. Исполнитель или рабочий. Ушитель. Кто из них вещи? Рабочий или учитель? Ушитель. Это так и есть разные лидеры. Но вещи учителя тоже есть. Это тот, который не просто сам может делать работу, он может ушить других людей. Но он может еще и организовать человека, кого он ушил, и направлять его выполнять лучшую работу. Этот человек уже менеджер. Это третий уровень. Разные уровни лидера. Он не только может передать, но он передает и может направлять, организовать его, чтобы он начал производить больше, принести больше плода. А вот тут еще больше дефицит. Потому что структурировать, организовать не все умеют. Иди, скажи, иди делай. Но как делать? Мало кто может сказать. Но менеджеры, я знаю, не только как делать, но они могут тебя организовать. А не только что делать, а как это делать. Но есть кто-то, кто еще выше менеджера. Мы говорим о руководстве. Тот, кто выше менеджера, это настоящий лидер. Это тот, который способен понять лидера, научить его делать работу, направить его на то, чтобы он приносил плод. Но больше того, помогает ему и учить, и донавляет его так, что того человека, кого он понял, теперь может других же так же поднимать. Вот это самый успешный лидер. Это самый высокоурованный лидер. То есть одного человека есть сразу несколько поколений. И когда вы считаете второй Тимофей, вторая глава, второй стих, именно о таком модели Павел учить Тимофея. Он побуждает его, чтобы он стал таким лидером. Потому что Павел сам был таким лидером. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Сколько здесь мы видим поколений, сепожка? Допустим, он говорит, он настолько хорош, этот Павел. Он говорит, то, что ты слышишь от меня при многих свидетелях, значит, он не только одного обучал. Он обучал Тимофея при других, то есть он команду собрал. Значит, Тимофей и его свидетели, это одно поколение. Если вы можете считать как два, два даже можно считать. Тимофей и уже кто-то тоже есть, много свидетель, второй свидетель. Он говорит, передай кому, то есть Тимофей, свидетель и передай верному. А чтобы найти верного, это тоже надо уметь. Надо уметь найти именно кто будет верным. Передай верным людям. Причем не одному передай верным, которые будут способны обидеть верным и еще быть способны других научить. Это совсем другая, вот что он считает, вот что мы говорим. Четыре уровня эти. Не только чтобы ты сам стал хорошим пастором. Он с тебя должно выйти четыре поколения, которые смогут других научить. Это самый высокий уровень лидера. Так что работайте не только на сию минуты, на сегодняшний день. Работайте на долгосрочный план. Увидите сепушку дальше, на долгосрочной селе. Увидите дальше перспективу. Не только в одном человеке. Видите дальше. Видите, что за ним будет еще кого-то, кого он поднимет. За ним будет еще кого-то. И сразу, не только на них засыпляетесь. О, какая у него проблема, у него такая неустройство. Уже видите, как будто вы уже решаете эту проблему. То есть уже не устройство, это уже решается. И уже начинаете ему помогать, чтобы он видел уже те, кого он уже притягивает. И эти, как только что они приходят, уже видят, и как лидеры, которые уже другие. Если вы можете видеть сепушками вот так, вы сможете быстро понять служение. Но если вы только будете с этими сидеть и говорите, «Давай, мама, покайся скоро, папа, покайся», ты никогда не выйдешь с этой лужи. И по пять лет будет сидеть с ними, они не живут. Только они, «Люби меня, глади меня голову». И они не состоятся. И это зависит от самого главного лидера, который бросает введение. Чтобы это делать, чтобы к этому прийти, чтобы быть таким лидером, который может поднимать не только одного поколения, но второй и третий, зависит от того, как ты думаешь о людях, как ты видишь людей, как ты воспринимаешь людей. Во многом это зависит от того, как ты воспринимаешь людей. Такие люди, такие лидеры, которые изращивают других лидеров, имеют правильную психологию, ами, философию о людях, правильное мировоззрение о людях, то есть положительно имеют мировоззрение. Они видят людей как хорошими. Они видят людей как потенциальными. Они видят людей как способными. Они смотрят на их проблемы, не смотрят на их недостатки. Они видят сквозь проблемы. Они видят сквозь несостоятельность определенная. И они видят скреты и возможности. Вот только такие люди, в свете не достигают что-то серьезно. И успех в том, чтобы поднимать людей. Они закрывают глаза на минусы. И сосредоточили внимание больше на то, чтобы вытягивать из этих людей. Те плюсы, которые те же самые люди не видели, не замечают. Каждый человек, что он думает о людях, то и ищет. А то, что ты ищешь, то и найдешь. Если ты принимаешь людей как неграмотные, злые какие-то, или вообще ничего не хотят делать, они все только деньги хотят, или вообще ничего не хотят, только гулять. Если у тебя уже такое убеждение о людях, как ты думаешь, какая твоя философия о людях? Если ты думаешь, что люди не все одинаковые, а вот какие-то такие, какие-то такие, какие у тебя предубеждения, то это то, чего ты будешь ожидать. Они приходят, а ты ничего не говоришь, но подсознание у тебя есть такое, и ты уже в расстоянии. Ты ожидаешь от них определенные поступки. И то, что ты ожидаешь, того ты и начнешь искать. То, что человек ожидает, то он ищет. Как он думает о человеке, то он ожидает. То, что он ожидает, того он начинает искать в них. Он ждет. Она будет просто «Папа лучше, ты не делай хорошие вещи». Он не замешает это. Он ждет то, что он думал о них. Или о нем. Поэтому, чтобы он не делал это, он не замешает. Он просто ждет, пока он не сделает это вовремя. Так и думал, правильно понимал. То, что ты думаешь, люди ожидают от них. То, что ты ожидаешь, то ты ищешь. То, что ты едешь, ты обязательно найдешь. Поэтому это синдром людей, которые разводны. Это синдром разводных людей. Это большая проблема. Поэтому не надо экспериментировать с разводом. Мешает всю жизнь. Потому что ты начинаешь искать то, что было в том муже или в той жене. И ожидаешь. И он тоже меня достанет. И он тоже обидит. Вот я не знаю. Они все такие. Или наоборот, ты навязываешь себя, что он не такой. Это другой. Это уже другой человек. Нет, он не такой. Но люди, которые успешны в том, чтобы поднимать других людей, они всегда думают положительные люди. Они всегда имеют правильное предупреждение. И какие должны быть предупреждения правильные? Это Божие. Все весьма хорошо, когда он создался. И всех людей он создал хорошими. И он говорил, что каждого человека он создал по образу и подобию своего. Поэтому я ищу только Божию человека. Я ищу только образ Бога. Только качество Божие. Которое все равно в нем есть. Она просто закрыта и погружена. Денис, мой пастор, однажды сказал, кривой никогда нельзя исправить. Или горбатого никогда нельзя исправить. А это очень опасная философия. Если те плохие. А мы все были плохими. Значит, нельзя уже исправить. А я не могу верить в такую же доктрину. Пускай он меня предает один раз, второй раз. Я все равно знаю, что Бог может всех исправлять. Богом все возможно. Даже если это правда, что кривого нельзя исправить. Я все равно не буду верить в это. Почему? Потому что я хочу иметь правильное восприятие людей. Я хочу иметь правильные мысли, правильное мышление о людях. Я хочу думать о людях положительно. Потому что то, что ты думаешь о людях, то, что будешь ожидать от них. И то, что ты ожидаешь от них, то и будешь искать в них. И то, что ты ищешь в них, то найдешь. Поэтому я всегда хочу думать правильно. Например, есть некоторые люди. Постоянно у них нет правильного мышления о женщинах. Есть такие проповедники даже. Для них женщины, это с ними нельзя ничего. Ну, ничего хорошего женщины особого нельзя ждать. Я не знаю, откуда они такие налоги. Даже помазанники харизматические. Мало где ставят женщин пасторами. И хорошо, пока они исполнители. Пока они исполняют какие-то мелкие дела. Хорошо, пока она домашнюю группу ведет. Но если она способна, и чтобы ее ставить пастором, никто не спешит. Мало кто спешит. И это беда. Это трагедия серьезная. Это предупреждение. Не потому что женщины. Я думаю, это из-за того, что они вот так думают. То, как ты думаешь в отношении людей, есть то, что ты будешь ожидать от них. И то, что ты ожидаешь, ты будешь это искать все время. То, что ты будешь искать, ты найдешь. Это мое конкретное убеждение. Что мужчина и женщина, они равны, созданы Богом. Бог не создал мужчину. И Бог не создал женщину. Ведь есть первая глава говорит, что давайте сотворим кого? Он создал человека. И разделил человека на две. И тот человек, и этот человек. Но у людей, которые нет от крови, они такие любят. И из-за этого люди, Дерусс, и так далее. Но они не понимают мести Бога. А большая миссия, большая философия. Видишь человек. Потому что я не создал женщину. Я создал человека. Видишь, как сам Бог видит. А что он видит, когда он смотрит на человека. А мне, я человек. Что же отличает этого человека, от этого человека? У одного груди больше чем другой. Почему? Потому что у него есть разные функции. В целом, ты хочешь, Бог не видит плот. Поэтому на небе не будет жить. Потому что там не понадобится функции эти. На небе будет видеть только саму личность, что Бог видит сейчас. А зачем тогда Бог, на Богу надо было вот эти все функции. Зачем она здесь надо было отличать. Потому что чтобы жить на земле, нужно материя. Чтобы материя не просто было одним видом, без распространения, надо делать разные, чтобы они могли воспроизвести. Но суть, это не плод человека. Суть, это личность человека. А в духе нету полов. Есть личность человека. Поэтому когда некоторые неграмотные люди начинают вот так раз мы шли. А женщины, они же неграмотность. Поэтому приходится просто благословить и говорить, ну Бог следует. Я могу от бития до откровения вам приводить аргумент. Так что девушки, вы не уже никого. А кто-то же говорит, но написано же, что действительно муж глава жены. Но это муж, это не мужчина. Это муж глава своей собственной жены. Не то, что мужчина вообще глава. Или потому что я женился, или потому что я женился на тебе. Я уже сразу автоматически глава всей женщины. Не имеешь права приказывать чужой женщине, если это не твоя жена. Это не значит, что потому что муж глава семьи, я глава этой жены. Значит, ты уже автоматически глава каждой женщины, кого ты найдешь. Без предела какой-то будет. Конечно, не об этом речь идет. Речь не идет о том, что каждый мужчина уже автоматом главой всей. Ты только король в своем доме. Второй коринфинам 5-16. Поэтому никогда нельзя воспринимать людей от того, что она женщина, или мужчина. Он низкий, или он высокий. Особенно во Христе Иисусе, в церкви, мы никого уже не знаем по плоти. Никого следовать, но не принимаем по плоти. Жена в области не хуже. Потому что она такие вещи подсказывают, что будешь здоров. А женщины умеют это делать. Если их книги не слышат, то они умеют доказать, что они кто-то дома. На мужа они выпускают все это дело. Все свои способности, все свои самовыражения. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Если человек уже во Христе, уже никого не знаем по плоти. Потому что и Христа-то не знаем уже во плоти. Даже если и знали его по плоти, уже не знаем. Если мы даже знали этого человека по плоти, до Христа, до его покаяния. Я знал, каким он был, что он делал, какой негода, или улигар, или... Теперь он уже во Христе. Как только что он входит во Христе, я уже никого не знал по плоти. Я принимал его сквозь Христа. Мы все одни во Христе. Мы все искуплены, мы все дети Божьи. Мы все наследники, все освобоживаются. Итак, следующее. Чтобы вам стать тем человеком, который изращивает других лидеров, не только вам надо правильно думать о людях, чтобы искать правильное в людях, но вам надо еще знать о том, что каждый человек в чем-то нуждается. Каждый человек голоден, каждый человек нуждается, каждый человек... Даже если он тебе это не скажет, даже если он сам не знает о том, что он в чем-то нуждается. Порой мы даже не знаем, в чем мы нуждаемся. И каждая женщина тем более нуждается в внимании, в любви. Каждый человек в чем-то нуждается, каждый человек в чем-то жаждет. Прежде всего вы должны знать это. И если вы это знаете, вы можете воспользоваться этой жаждой, потому что каждый человек в чем-то нуждается, во славу Божию. Зная психологию людей и нужды людей, можно преподнести им то, в чем они нуждаются, в оболочке креста, в оболочке Бога. То есть если люди к вам пришли в церковь или в домашнюю группу, помните в том, что не может просто они пришли к вам, потому что им хочется ходить на группу. Нет, что-то там есть, нужда какая-то. Во-первых, надо выяснить, может у них проблема есть. Значит, посвятите себе к тому, чтобы решить эту проблему, потому что у каждого какая-то нужда. И решая эту проблему, вы не ждите, чтобы они вам просто говорили, о, спасибо, вы такой хороший человек. А вы решаете их проблему, чтобы потом им указать на креста, чтобы они потом могли быть в состоянии воспринимать креста, что да, благодаря Богу у меня такое и такое. И чтобы Христос мог открываться им, чтобы они могли открыться больше Богу, как они бы не открывали, если бы вы им не решили проблему. Так что всегда это имейте в виду. Если вы хотите, чтобы за вами люди шли, знайте, что у каждого человека есть проблемы. Им нужно прежде всего помогать им решать эти проблемы. Прежде всего начинать думать, что они останутся с вами. Но есть определенные потребности, которые у каждого человека вообще-то есть. Даже если у людей нет проблем. Любой человек, кто пришел к вам, нуждается, во-первых, в признании или в внимании. Может быть, этот человек даже и не поддает вид, что он в этом нуждается. Иногда, допустим, вы видите людей, которые хороший человек, хорошо одеты, или женщина красиво одета, красивая, красочная, прическа. Вы думаете, это точно ни в чем не нуждается. Давай я буду обращать внимание только на то, кто нуждается в чем-то. А это всегда обманчиво. Больше и чаще всего, люди, которые излишне что-то делают, потому что как раз им не хватает внимания. Если вы начнете для них обращать внимание и их посеркивать, их специфичность, вы приобретете очень преданного ученика. Каждый хочет быть важным. Каждый хочет быть замешанным. Каждый хочет быть признанным. Но, к сожалению, многие люди могут это использовать для эгоистических сил. И есть такие тоже попадаются в сервер. Любите людей, но не для эгоистических сил, а чтобы им показать Христа и укоренить их в Бог. Кроме признания и внимания, второе в чем каждый человек нуждается. Каждый человек нуждается в дружбе. То есть нехорошо человек убить одному. И это правда. Нехорошо человек убить одному. И люди хотят, чтобы кто-то был с ними, кто-то был возле них, чтобы понимали их. Все хотят. А мы можем думать, что нет, это не выглядит так. Он такой открытый, дружелюбный. Но он может быть одиноким внутри. Вы, которые хотите поднимать, изращивать других людей, обращайте внимание на такие вещи. Предлагайте людям дружбу. Предлагайте им признание, внимание. У вас будут преданы верные люди в ваших группах, в вашей церкви. Третье, в чем каждый человек нуждается. Каждый человек нуждается в понимании. Понимание. Люди хотят, чтобы их понимали. В основном, честно говоря, никто не стремится тебе понять в этой жизни. Все хотят, чтобы только их поняли. Но лидеры, которые хотят изращивать других лидеров, должны свои лишние интересы ставить на второй план. И поставить интересы своих подопечных людей, подопечных последователей, гушеников впереди. На какое-то время. На какое-то время. И начинать спрятать свою проблему, как будто у тебя нет проблем. Чтобы выслушать их проблемы. Закрывать глаза на свои какие-то обстоятельства. Чтобы понять, чем же они живут, в чем они нуждаются. Если вы хотите людей понять, надо, конечно, прежде всего научиться их слушать. Поэтому лидеры, которые хотят других людей понять, должны научиться выслушивать людей. Чтобы понять других людей, надо также научиться ставить себя на их место. А вдруг я нахожусь в этом состоянии. Значит, давление, какие-то искушения, какие-то мысли, какие-то страхи. И служите им в этом направлении, в этом связи. Короче, ставьте себя на место других. И с этой позиции предлагайте решение им, которое вы бы хотели принять. Если бы вы были на их месте. Следующее. Каждый человек голоден, жаждет, нуждается в том, чтобы его носили на руках. Чтобы его заставили чувствовать себя больше, чем он на самом деле есть. Чтобы ему доказали, что он важен. Что он важен. Что он значим. Каждый такой жаждет. Но как мы сейчас об этом вообще не задумываемся. Правда? Даже может быть мало кто это знает. Каждый о себе это знает. Но вряд ли каждый знает, что каждый именно буквально в этом нуждается. Что не только я такой. Не только я в этом нуждаюсь. Оказывается, все. А если тогда мы знаем, что это все нуждаются в этом, что вы делаете, чтобы это дать другим? Потому что если вы это знаете, что все в этом нуждаются, то ты кому-то это даешь? Или ты просто ждешь, чтобы тебе это давали? В основном такие 90% мы все только и ждем. Да. Мы только и ждем, чтобы меня заметили. Чтобы меня воздавали хвалу. На меня, братья любимая. А тот тоже ждет. И получается, что глухой куть какой-то. Старайтесь, братья и соседи, давать важность каждому, с кем вы встречаетесь. Добавляйте какую-то важность каждому человеку. Добавляйте какой-то вкус. Добавляйте какую-то премесь. Великолепие. Какое-то чувство прекрасного. Добавляйте чего-то прекрасного к каждому человеку, к которому вы и сталкиваетесь. Я могу улыбнуться к кому-то, приветствовать к кому-то. Почему? Потому что я знаю, что если это его поднимет настроение. Поэтому я задаю вопросы. Как дела? Что там? И откуда? Потому что каждый нуждается, чтобы внимание, чтобы их заметили. Надо это все создать, строить в себе. Это труд. Главное, не думать о себе. Главное, забыть о том, что ты сам в этом нуждается. И когда ты начинаешь это давать только другим, вот так, ты начинаешь получать от этого класса удовольствия, удовольствия, как это тебе дают. Самое главное, конечно, что вы должны знать, в чем нуждается каждый человек. Это любовь. Если вы действительно человек, кто поднимает других людей, вы не можете пройти просто так, мимо человека. Потому что вы знаете, что вы мимо кого-то проходите. Вы начинаете думать, другом в чем-то нуждается. А вдруг он болит, вдруг он плачет. Вы смеете прямо в глаза, люди. Вы не можете пройти мимо-производства. А тебе вы улыбаетесь, а тебе вы делаете, чтобы ваши глаза срещали, чтобы что-то приятное им делать. А тебе так. А тебе спешите. Нет, что ты успеешь делать? Шу-шу, а тебе каплинг к кому-то. И тогда уже, знай, что ты кому-то сделаешь приятное. Любовь не думает о себе только. Любовь думает о другом. В чем каждый человек нуждается. В основном, по-моему, это и есть главный. Почтение. Это и есть значимость. Он должен знать, что он значимый. Что он важный. Начните уважать других. Посчитать их. И тогда все начнут стремиться к вам. Будьте благословенны.